Декларационная кампания в этом году стартовала 1 января. 2 мая истекает срок, в течение которого налогоплательщики должны были отчитаться о полученных в 2023 году доходах. Налог на доходы уплачивается автоматически, он удерживается с заработной платы, но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию. Ее подают те, кто получил доход от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил в дар недвижимое имущество или транспортное средство не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал в аренду имущество. Также физические лица, получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Задекларировать полученные в 2023 году доходы должны в обязательном порядке также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет и другие лица, занимающиеся частной практикой. Граждане, которые представляют декларацию, чтобы получить налоговый вычет, могут подать ее в любое время. Но если налогоплательщик, желающий получить вычет, обязан подать декларацию, то он должен уложиться в установленный законом срок. Существуют категории доходов, которые налогоплательщик не должен декларировать, а данные суммы будут включены ему в налоговое единое уведомление по информации, полученной от налоговых агентов. Это могут быть конкретно проценты по вкладам в банках. То есть не надо по ним подавать декларации. Банки сами представят информацию в налоговый орган, она будет систематизирована. И тогда, если необходимо будет уплачивать налог на доходы с данных доходов, он будет включен в единое налоговое уведомление. Представить налоговую декларацию в установленной форме можно лично, по почте или в МФЦ. Проще и удобнее всего заполнить ее в личном кабинете налогоплательщика. Это очень удобный сервис для физических лиц, которым можно воспользоваться, если вы имеете туда доступ, либо с нашим паролем, логином и паролем, который получен непосредственно в Федеральной налоговой службе, либо можно туда получить доступ с логином и паролем от Госуслуг. Для тех, кто не подаст декларацию в срок, предусмотрены штрафные санкции. Сумма штрафа будет зависеть от суммы налога, которую необходимо было указать в данной налоговой декларации. Если декларация нулевая, то есть не подлежит куплате налог, тогда сумма штрафа не превышает 1000 рублей. Но в любом случае декларация должна быть представлена. Уплатить исчисленный в декларации налог необходимо не позднее 15 июля этого года.